Продолжение следует... Весенняя погода, а летом комфортное тепло. Устоявшийся на протяжении столетий климат нашей планеты стремительно меняется. Приднестровье не является исключением. Об особенностях погоды в Приднестровье мы беседуем с заместителем директора Государственного гидрометеоцентра Виталием Кальвенко. Виталий Витальевич, здравствуйте. Добрый день. Когда за окном, как пишут российские блогеры, идет 55-й день февраля, у меня для вас, в принципе, самый главный вопрос. Что происходит? Это последствия глобального изменения климата или это обычные, может быть, разные периоды изменения климатических норм? Дело в том, что мы немножечко забываем, что март считается хоть и первым весенним месяцем, однако по своим климатическим характеристикам, даже у нас в Приднестровье, он больше имеет зимний характер. Я имею в виду по температуре воздуха, по режиму выпадения осадков, по многим другим параметрам. Средняя температура у нас в марте месяце на территории Приднестровья составляет около 5 градусов всего лишь, со знаком плюс. Это, конечно, есть аномалия, когда у нас температура воздуха средняя суточная опускается ниже многолетних значений. Это есть такое понятие, как аномалия, но она не столь существенная, как мы можем сейчас об этом судить, потому что снег у нас выпадал не только в конце марта, даже в конце апреля. И такие тоже случаи у нас были. И даже сход снежного покрова у нас был в конце марта. Ну вот смотрите, самый последний снег, который вообще у нас выпадал, это было 30 апреля 1985 году. То есть, как бы у нас, конечно, есть, можно сказать, возможность еще отступать дальше, но уже бы не хотелось, потому что в апреле месяце температура воздуха устойчиво идет вверх, и весна все-таки берет свое. То есть, ничего экстраординарного в сегодняшнем состоянии погоды в этом снеге, который начался вчера, нет? Нет, конечно, нет. Откуда взялся снег, можно пару слов сказать. Да, что за циклон его принес, чем обязаны? Что самое интересное из аномалий, можно сказать, то, что за последние 11 дней на территории Приднестровья оказалось под влиянием трех циклонов, и все они были южные. Только немножечко разных типов, и они проходили немножко разными траекториями. Первый циклон, который у нас прошел в середине марта, он прошел у нас с северо-западнее своим центром. Мы оказались в теплом секторе, мы прекрасно помним, что много снега выпало во Львовской области, в Белоруссии, в России, но мы оказались под таким как бы зонтиком, потому что мы оказались в теплом секторе. Это раз. Второй циклон, который вышел на 23 февраля, он прошел центром нас. И вы заметили, что уже были другие условия, был и ветер, порывы которого на территории Приднестровья достигали 20 метров в секунду. Плюс ко всему произошло образование даже снежного покрова в Каменском районе, в Рыбнице. Причем по северной республике высота снежного покрова составила даже 2 сантиметра. И третий циклон, который вышел, это вот сейчас он вышел, мы сейчас оказались под его воздействием, но он тоже, как и первый, своим центром через нас не прошел, а его траектория значительно южнее отклонилась. То есть он с Греции пошел на Турцию и дальше на Грузию. Однако в своей северной части он все-таки нам доставил хлопот тем, что все-таки забросил снег и в Тирасполь. Не только теперь Каменка будет радоваться снежному покрову. Да, это точно. И, кстати говоря, о природных аномалиях, все-таки вот по собственным ощущениям, не знаю, как старожилы, их становится больше. Зимы, как мне кажется, становится холоднее и лето жарче. Вот эти природные качели, они и дальше будут так вот раскачиваться? Или все-таки ожидается какая-то их стабилизация, станет ли более мягкий климат, а не такой континентальный, как есть? Казалось бы, мы в 100 метрах от моря, но такие перепады дневных и сезонных температур, мне кажется, это что-то не очень привычное для нас. Знаете, мне очень интересно, когда идут разговоры по тему проблемы изменения климата. Дело в том, что сколько существует наша Земля, столько и меняется климат. Изменение климата — это как дыхание нашей Земли. Если климатических изменений нет, значит, наша планета будет мертва. Нынешние климатические изменения я бы связал с двумя основными факторами. Первый — это, естественно, то, что мы выходим из малого ледникового периода, потому что все-таки прошло полтора века, это довольно небольшой период. И второй — это антропогенный фактор, то есть влияние человека на климата. Два этих фактора, они срабатывают на то, что Земля теплеет, разогревается. Но и опять тут очень много вопросов, тут очень много всех таких деталей, которых, конечно, за 15-20 минут не обсудить. Ну понятно, но все-таки мы тропиками станем в конце концов или нет? С таким развитием событий. Знаете, я скажу так, что покупать семена бананов еще очень и очень рано, и до этого дела даже не дойдет. В том случае, если у нас температура воздуха поднимется, средняя мировая, средняя Приднестровья, на 5 даже градусов, все равно мы бананы здесь выращивать не будем. Во-первых, мы не защищены от холодной Арктики. Почему у нас резко меняются погодные условия? Потому что в зависимости от расположения основных метеорологических полей, это низкого и высокого давления, мы оказываемся. Либо к нам идет холодный воздух, либо на нас теплый, и все играет то, как складываются поля низкого давления и высокого. И они как насосы, либо закачивают холодный воздух с Арктики, и наиболее холодный воздух, и низкие температуры у нас наблюдаются, когда у нас наблюдаются ультраполярные вторжения, это с Карского моря. А очень теплые погоды и жаркие климатические условия, это когда мы с Африки получаем порцию очередного воздуха. Но в летний период, почему мы в засушливом климате? Дело в том, что влияние над Средиземноморьем активирует Азорский антициклон, а он как раз размывает вот эти холодные фронты циклонов, которые проходят через север европейской территории России. Понятно. Ну, мы говорим о долгосрочных прогнозах. Чаще, конечно, интересуют жителей краткосрочные прогнозы. И зачастую синоптиков будем откровенно ругать за то, что вот не угадали, не сказали. Можно верить вашим прогнозам? Хороший, конечно, вопрос. Можно ли верить? Если бы нашим прогнозам не верили, нас бы, наверное, давно бы всех уволили. Но я немножечко о другом хочу рассказать, что мы слишком, может быть, и предвзято относимся к синоптикам. Дело в том, что что такое прогноз погоды? Это 2-3% от всей работы гидромедслужбы. И именно благодаря синоптику это наше лицо. То есть по нему судят, работает гидромедцентр или нет. Хотя это, конечно, совсем далеко от истины. Потому что, еще раз повторю, что синоптик — это небольшая часть от общей работы гидромедслужбы. Синоптики ошибаются, и это бывает в каком плане? Да потому что точных прогнозов нигде нет. Начнем с этого. Наши прогнозы, которые составляются в гидромедцентре, они имеют оправдываемость стабильную 92-90%. То есть, можно так сказать, из 10 прогнозов один у нас не оправдывается, что соответствует мировым стандартам, которые имеются. В чем причина того, что прогнозы у нас не оправдываются? Лично мне очень жалко синоптиков. Именно у нас в Преднестровье, и не только, и в Молдавии также. У нас два фактора есть, которые очень и очень влияют на то, оправдается прогноз или нет. Это Карпаты и Черное море. Карпаты размывают фронты, когда они переходят через них, и получается, что даже мощный холодный фронт у нас может вообще осадков не дать. А возобновить свою силу, он где-то за Одесской областью, где-то на Николаевской, Херсонской, он опять возобновляет свои силы. С чем это связано? Это феновый эффект так называемый, когда воздух переваливает через горы. Это первый. Второй фактор, наиболее серьезный, это наличие Черного моря. Только чуть-чуть стоит поменять направление ветру в зимний период, когда температура воздуха у нас, допустим, 15-20 градусов. Но как только ветер меняет свое направление на юго-восточное, у нас резко меняется температура, потому что море теплое. И здесь точный расчет температуры будет зависеть от направления ветра. Причем здесь чуть ли не доли градусов направления ветра будут иметь очень большое значение. В основе ваших прогнозов только наука или не берете ли вы в расчеты инородные приметы? Как вы к ним относитесь вообще? Есть разные народные приметы. Есть, откровенно говоря, глупые. Есть очень умные и даже научно обоснованные. Я могу просто так пример привести, что одни из глупых, как я их называю, это те, которые по силе грома определяют, будет ли урожай. Что, конечно, просто улыбку вызывает. Но есть и научно обоснованные. Это когда смотреть, солнце заходит в тучу или нет. И здесь я могу сказать, почему большое значение имеет. А солнце у нас заходит на западе. А с запада у нас основной перенос воздушных масс. То есть, если солнце заходит за тучку, это значит, есть вероятность того, что на западе есть холодный фронт располагается. Либо находится циклон, который через день-два принесет непогоду и к нам. Второй фактор, на который бы можно было обратить внимание, это облака. Перестые когтевидные облака, которые мы хорошо все знаем, они один из признаков того, что недалеко от нас, ну, недалеко это, конечно, понятие растяжимое, но тем не менее есть наличие фронтов. В первую очередь, это тёплого фронта. А если есть тёплый фронт, значит, где-то рядом и циклон со своим холодным. — Понятно. Скажите, вот в последнее время тоже очень часто говорят о некоем климатическом оружии, которым сверхдержавы там друг друга каким-то образом приносят не очень такие комфортные условия, верите вообще в существование такого? — Ну, над природой кто только уже не экспериментирует. Дело в том, что есть такие разработки, одни из них — это воздействие даже на высокие слои атмосферы. Ну, всё, знаете, это одно могу заверить, что в Приднестровье этим никто не занимается. Но, с другой стороны, эксперименты эти очень-очень чреваты. Чем чреваты? Тем, что ещё неизвестно, где аукнется вот эти все испытания. То есть так повоздействовать на атмосферу, чтобы точно добиться результата, что на Аляске там запустят чего-то такое, и у нас в Приднестровье наступит засуха, именно в Приднестровье. Такого никогда не будет. Атмосфера очень тонкая, и воздействие любое на атмосферу может бумерангом ударить по тем, кто проводит эти эксперименты. — Ну, и последний, наверное, вопрос, который волнует всех нас. Когда наступит, наконец-то, долгожданная весна, когда потеплеет? И потеплеет мы, не поплывём? — Вы знаете, у нас в Половодье постоянно бывает, только всё зависит от того, в каком виде, да? Насколько высоко поднимется уровень воды. Сейчас нет оснований говорить о том, что значительно высоко поднимется уровень Днестра. Пока на это основании нет. И те запасы снега, которые в Карпатах, которые относятся к бассейну Днестра, не дают пока оснований на пессимистический прогноз. Днестр, конечно, будет подниматься, это естественно, но говорить о том, что какие-то катастрофические будут сейчас, ожидаются изменения, это было бы очень неправильно. Здесь вот все мы вспоминаем 2008 год. Тут два фактора повлияло на то, что у нас почти чуть ли не на 10 метров поднялся уровень воды. Во-первых, фактор — это то, что вышел циклон на север Румынии, и он там задержался, и дал обильные осадки в бассейне Днестра, это западной Украине. Ну, мы будем рассматривать только бассейн, конечно, Днестра. Второй фактор — это не вовремя и не своевременно сработала Днестровская ГЭС, которая немножечко, вместо того, чтобы спускать быстро воду, они еще там... Они ее, да, накопили. Ну, все эти два фактора, как видим, они привели к тому, что рекорды по высоте были побиты ниже Дубоссарской ГЭС. То есть самые высокие уровни за все время наблюдений это были вот ниже Дубоссарской плотины. То есть тут получается, что человек может повлиять как и в положительную сторону, так и в отрицательную. Ну, еще раз повторю, что на данный момент оснований для беспокойства у нас нет. Мониторинг проводится за состоянием Днестра. Это у нас 14 гидропостов. И в любые их изменения мы имеем связь и с Днестровской ГЭС. Поэтому в случае каких-то непредвиденных даже ситуаций у нас всегда будет в наличии время трое-четверо суток, чтобы можно было подготовиться к резкому поднятию воды. Но еще раз хочу сказать, что на это оснований нет. Ну, а тепло? Тепло, конечно, обязательно настанет. Когда? И мы еще через неделю-две будем вспоминать о этой сюрпризе зимы, которую мы сейчас наблюдаем. Чем интересно? Тем, что сегодняшний день у нас получается устойчивый переход в сторону зимы. То есть среднесуточная температура 5 дней была ниже нуля градусов. И можно сказать, что сегодня настала зима опять. Это очень даже как-то уникально и даже комически может выглядеть, что зима закончилась с точки зрения климата 3 февраля и опять началась 23 марта. Пусть, конечно, на несколько дней, но все равно это довольно интересно. Спасибо вам большое, что нашли время пообщаться с нами, ответить на наши вопросы. Удачи вам в вашей работе. Спасибо и вам. Всего доброго. А всем желаю прекрасной, хорошей погоды, которая обязательно наступит. Изменения привычных сезонных температур практически во всех частях планеты, таяния ледников и изменения параметров течений, повышенная сейсмическая и вулканическая активность, изменения интенсивности, изменения различных природных явлений. Вот те сюрпризы, которые преподносит нам природа в последние годы. Может, и даны человечеству все эти испытания, чтобы испытать стресс и трезво оценить, что происходит, понять, что необходимо человечеству поменять в своем отношении к природе, чтобы выжить цивилизацией. Кто же знает. Это была программа в Центре. Всего вам самого доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин